все здравствуйте с вами снова я наталья вы знаете время идет март вот кое-какие помидоры я посеяла но вот сегодня на даче и сегодняшний день у меня черепа священ я вот эти уже посеяла их сею всегда ну каждый год а вот эти пока думаю но сейчас вот про эти расскажу которые сею всегда значит сорт garden фройда вы знаете вот этот сорт у меня конечно получается не каждый год хороший вот ну что значит хороший вот именно вот такие кисти как нарисованы это коктейльный томат до эффектно у него вид но вот почему-то он никак я с ним не определюсь в общем то вот он хорошую урожайность показывает то нет но вот в этом году все-таки решила еще раз посеять но он двухметровый как в основном не вот что интересно с холостовидными цветочными кистями длиной до 50 сантиметров 20-25 грамм и вот вы знаете пока вот он не показал свою красу я его конечно на улице сеяла вот может быть в этот год все-таки в теплице но я вообще черри большей частью сию на улице ну так получается сею я уже рассказывала в каком-то обзоре сию в цветочные грядки сию просто есть такие места где там расходятся дорожки есть уголок а я вот туда могу посеять например три кустика черри разноцветных и они вы знаете красивый очень вид создают то есть вот так я люблю поэтому вот он на улице ну вот в теплице как-то я не очень люблю ими место занимать но посмотрю потому что хочется чтобы он вот именно вот так себя показал как на картинке как я обычно говорю вот видите какие кисти красивые висят но вот снова посеяла вот эти сорта в том году я их купила первый раз но вот вы посмотрите мне кажется это одно и то же золотая россыпь и золото амишей причем фирмы это одна и та же аэлита эти 45 грамм эти 40 грамм высота у них так но у этих 220 высокий у этих около двух метров ну то есть вот ну вы знаете я их сеяла и так получилось что они оказались у меня вот их я села в теплице высаживала в теплицу как раз они оказались рядом практически через один или через два помидор точно сейчас не вспомню вы знаете вот один в один вот этот румянец вот края красненький как прожилки там проходят такие розово-красные вы знаете вот одинаковые не знаю называется найти несколько отличий но неважно суть не в том очень красивый помидорчик очень красивый мне очень понравился кожица нежная в принципе долгое время не растрескивается но он довольно крупный я вот не знаю здесь но 40 45 грамм да он то есть не прям мелкий как вот бывают виноградные или очень вкусный помидор и очень красиво смотрятся веточки вот висят когда вот они именно желтые с таким вот красным розоватым румянцем но в зависимости от в общем очень мне понравился это в общем опять посадила и тот и другой еще разок посмотрю потому что может какие-то покрупнее какие-то помельче знаете иногда срываешь ну не особо придают значение но опять 45 40 можно не заметить эту разницу но вот форма цвет даже количество в кисти вот абсолютно одинаковые но сорт хороший то есть вот могу посоветовать посадить будете довольны вкус очень вкусные ну то есть хороший сорт очень мне понравился сорт вот первый раз я его в том году тоже села красные бусы купила вот сейла на улице около теплицы он у меня сидел я даже помню вы знаете очень урожайный и даже вот он пострадал у меня от фитофтора уже да но продолжал завязывать вот но это уже был сентябрь да и продолжал завязывать плодики в общем-то нормально пока естественно не погиб в конечном итоге да но это было уже поздно весь вот летний период вы знаете рано начал завязывать томатики но единственное может быть жестковато кожица ну среднее между мягкой жесткой вот так бы скоп то что бывает вообще жесткая что ее ну просто невозможно проживать это нормально очень интересная форма она как бы чуть-чуть вот вдавленная с двух сторон но в общем урожайность хорошая завязывает хорошо практически созревание тоже одинаково в кисти то есть очень хороший сорт вот красные бусы но значит вот здесь видите масс 10-15 грамм вы знаете мне кажется даже что то что он был покрупнее то есть но хороший такой черри вот не мелкий возможно 15 грамм пусть будет так в общем очень хороший сорт ну что тут еще но высота метр пятьдесят метр семьдесят высокий он был даже на улице то есть по 2 метра он хорошо рос быстро наращивал массу плотные но тут и пишут собраны в кисти по 50-70 штук но 50-70 у меня не было конечно было меньше но в общем очень вкусные висят долго не трескаются но это именно потому что чуть плотная кожица и очень такой оригинальная форма у них вот не просто круглая вот чуть вдавленная такая красивые 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 вкусные но вот мирабелла я уже рассказывала про светлый сорт тогда у меня белая вишня по моему была я вот мирабеллу просто но она у меня дома была это я уже из дома привезла мне тоже какие-то на даче какие-то дома сорта и вот в итоге вы знаете очень люблю эти помидоры вот мирабелла вот купила не знаю но может три четыре года может чуть больше не буду сочинять но вот несколько лет уже и вы знаете сею каждый год теперь в том году одно растение в теплицу даже я посадила долго они плодоносили до но октябрь уже был я с них еще снимала хорошие помидоры то есть не заболели они ничем и были очень вкусные созревали на ветке это вот вы знаете у него у помидора у этого томата правильнее скажем у помидорок цвет слоновой кости очень красивый цвет кожица тонкая но висят они достаточно долго не растрескиваясь опять же но я не знаю 20-30 до 20-30 грамм потому что вот я чисто зрительно вспоминаю то есть они не мелкие полтора-два метра он может вырасти и больше но вы знаете что это все от подкормок от земли все это зависит то есть но в среднем и берем два метра то есть он у меня шел по теплице потом я его загнула и он пошел по крыше там я ну под под натягиваю если нужно веревочки и подвязываю и он то есть вот как выгнулся и пошел даже по крыше ну в общем он завязывает плоды я вам уже повторюсь в октябре еще они дозревали у меня естественно он бы завязывал бесконечно если это было теплая теплица потому что он цветет завязывать но это мне кажется очень многие проценты черри вот так себя ведут они все-таки на мой взгляд более устойчивым и вкуснее вот в общем вот белые сорта ну вот у меня мирабелла и белая вишня вот про них но я почему-то больше даже к мирабелли склоняюсь вот чем-то они чуть лишние она чуть-чуть послабее то есть она быстрее трескается мира было все-таки она висит какое-то время и вы знаете еще что интересно она вот когда висит наливается да у нее вот она такой цвет слоновой кости очень красивый а когда долго висит у нее появляется такой румянец тоже очень красивый такие как прожилочки и румянчик вот этот розовый очень красивый и очень вкусный помидор вот очень я полюбила вот может еще какие то есть сорта но у меня в принципе вот эти два и к мирабелли я склоняюсь больше всего мне ее достаточно я вот даже в том году собрала свои уже семена потому что это сорт ну и она меня устраивает и очень вкусный урожай на хани рейн тоже сею несколько лет уже формирует он действительно вот такие кисти сложные с большим количеством плодов наподобие у меня еще есть поцелуй герани знаете может такой сорт а вот в этом году я уже показывал тоже каком-то обзоре купила от партнера поцелуй почему-то выбирала выбирала и выбрала поцелуй теперь думаю что это одно и то что поцелуй герани потому что он у меня был гераниум кис я с него семена собирал так какая-то сорт то есть он меня есть вот они подобные тот красный этот желтый то есть вот форма очень красивая ну по массе сейчас я посмотрю если тут пишут 15-20 грамм то есть они вот да тоже если висит ну не быстро но какое-то время если вот под задержишься лопаться начинают лопаться до так огромные кисти виде густой метлы каждый кисть содержит 40 60 плодов это правда но я не считала конечно но считать это как бы ну очень крупные кисти вот прям их много 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 ну и поспевают они достаточно одновременно я вот так определила то есть не одновременно потому что иной раз бывало они у меня в теплице одно растение тоже было на улицу чуть медленнее шло развитие и вот пол кисти например у меня уже было собрано я просто вот сейчас зрительно вспоминаю а остальные дозревали постепенно то есть не одновременно но у меня так получилось может быть у других как-то по-другому коктейль мохито это к зеленоплодным относится томатам это черри тоже но вы знаете зеленоплодные они конечно на любителя я они вкусные но у меня я их сею мало не то год все и год не сею они конечно урожайные вкусные но вы знаете вот этот зеленый цвет я не знаю некоторые нормально относится у меня постоянно какое-то ощущение что они недозрели то есть вот я сею томаты много лет но с зелеными ощущение вот этой недозрелости всегда у меня присутствует я вот хожу мне кажется недозрели а потом раз и начинают значит масса у него это коктейльный так 30 грамм но сладкий ароматный высокорослые ну в общем в основном они вкусные урожайные но вот говорю кто нормально относится к зеленоплодным сортам то сорт хороший но сейчас наверное тоже много их я честно говоря в этом году другие не смотрела как-то я говорю к зеленоплодным я не знаю такое вот у меня отношение такое сложилось ну а вот эти еще раздумываю я их сеяла новых здесь нет ну и вот сейчас пока в раздумьях вот и что вам показывал я уже посеяла стоят в баночках вот так уже вот а эти конечно я пока думаю не знаю я их сеяла периодически год сею год могу пропустить ну вот тигренок хороший сорт они такие полосатые красивые вот но он не совсем мелкие 30 80 грамм то есть у него такой разброс вот веса так и есть потому что нижние могут быть очень крупные а потом он мельчает 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 но урожайный и смотрится очень красиво но вот его лично я всегда сажал почему-то на улице возможно я говорю что в теплице они будут и лучше black черри очень вкусный сорт очень вкусный очень сладкий да но вы знаете слабенькие тонкая кожица и слабоватые ну вот прям чуть-чуть не успеешь и вот лопаются а вот когда лопаются не знаю у нас в основном поедатель уже папа таких лопнутых плодов ну или что-то из них готовить потому что если еще вот только-только а когда уже задержишься например посмотришь и он как бы сильнее раскрывается уже как бы не очень хочется до использовать и использование приходится придумать какое-то другое так он у нас тоже двухметровый но в открытом они пониже естественно 10 20 грамм вот конечно 20 граммовые они были не прям уж мелкие но вот из черных хороший сорт еще сейчас из черных я маниста сеяла остался он у меня да нет диковинка маниста еще шоколадная а вот на да вот маниста шоколадная вот очень мне нравится вот это вообще серия манист я не знаю могут конечно мнение различаться потому что вот даже среди известных сортов томатов мнение расходится даже вот я делала обзоры и люди пишут что это шикарный урожайный а кто-то тут же следом пишет что он у меня урожай не получился то есть я все-таки считаю что зависит какие-то условия может быть семян перри я не знаю но почему-то даже вот одни и те же сорта они как-то идут по-разному ну вот мне вот это маниста у них есть и красные и золотое розовые но я не знаю разноцветные у них что-то много разновидности у них даже желтых мне кажется несколько видов вот он очень высокорослый масса кстати у них 35 и даже покрупнее бывают то есть хорошие довольно таки такие но у них вы знаете у них будет зеленца в середине как вот бывает мякоть зеленью вот у них вот такое будет но все равно очень вкусные сливка до форма сливка до 25-35 грамм она вот тут пишут маниста янтарная до изумрудная розовая даже видите изумрудная есть уже маниста в общем вот мне очень он нравился ну вот я не знаю здесь вот пишут его мне что-то показался он очень высокорослым ну просто пишет высокорослый вы знаете я села в теплице и он у меня уже дорос до потолка и ну загибать не получилось потому что у меня там росло тоже что-то рядом и мне пришлось отломить макушку вот но урожайность была очень высокая и довольно они крепкие не лопаются но кожурка не толстая то есть это тоже немаловажно диковинка вы знаете такой средний сорт даже наверное не буду особо останавливаться 17-20 грамм кожица тонкая обычную рожайность так золотая кисть вот золотая кисть очень тоже мне нравится но опять же вы знаете вот золотая кисть мне кажется это из той же серии что вот есть капельки солнца медовая капли вот мне кажется это тоже одно и то же они в принципе тоже висят достаточное время прежде чем начинают лопаться вот плодики 20-30 грамм урожайность хорошая но тут вы знаете вот что как бы в черри и про урожайность обычно редко где написано потому что мне кажется они завязывают на юге наверное с них вообще можно большую урожайность получить потому что они в общем-то рано вступают плодоношение да и вяжут кисти завязывают плоды пока вот и позволяет погода в общем хороший сорт вот это скорее всего точно постели шоколадный жемчуг вот этот из темных мне очень понравился но я его последние два года может побольше сею опять же на улице но я повторюсь что большей частью но некоторые у меня попадают вот например как белые я хоть одно-два растения но в теплицу посажу потому что я их очень люблю а вот все остальные они у меня на улице и вы знаете все равно очень хорошую урожайность вот все-таки черри я не знаю мне кажется они более устойчивые и к заболеваниям ну вообще устойчивые к непогоде и хорошие я все таки вот каждый год их сею буду продолжать сеять и сажать как говорится вот ну сейчас вам не буду чтоб так 15-20 грамм шоколадного цвета так миниатюрные грушевидной формы не поражается фитофторозом и другими грибковыми заболеваниям всегда прекрасный урожай ну вот действительно очень урожайный сорт вот его я сею всегда но высаживаю на улице но фитофтора конечно на улице здесь вот пишут совсем не поражает ну конечно поразила она его в конечном итоге и как сказать но это происходит все равно очень поздно то есть вот если начинается поражение у нас в подмосковье так скажу август особенно если сырая погода то в принципе они держатся долго то есть они уже могут поразиться в сентябре ближе там к октябрю то есть уже когда ночи холодные прохладные то есть но здесь уже как говорится до влажности прохлада если еще дожди сильно обильно то уже никуда не деться от этого бусинка обычный сорт учитывая что гибрид вот f когда так не особо он меня не поразил так скажу предпочту посадить что-то другое принц боргезы очень мне понравился этот сорт это именно сорт до старинный известный урожайный рано тоже начинает плодоношение вступа я даже какой-то год его высаживала в теплицу и он у меня начал отдавать урожай ну плодики появились завязались раньше всех остальных даже вот какие-то я сажала именно вот для раннего потребления он даже их опередил да ну вот очень мне нравится но здесь конечно описание этот томат французской селекции растение высокорослое мощные плоды сливовидной формы за остренной верхушкой размером с голубиное яйцо на кусте формируются до 500 плодов вкусовые качества отличные в общем плоды имеют повышенное содержание сухих веществ сахаров плотную мякоть обладают хорошей лёжкостью пригодны для цельноплодного консервирования но вот вы знаете действительно содержание сухих веществ он потому что такой довольно плотный и суховатый это это точно вот я бы это вот сейчас не прочитал не вспомнила но вот это действительно так и кожица у него плотноватая зебра это тоже достаточно урожайный сорт тоже выращивала на улице и он тоже себя хорошо показал очень красивая расцветка полосатике вот но так вот знаете мое отношение к нему среднее скажу честно шоколадка но это гибрид очень красивые но среднеспелый очень красивый красивая форма красивая расцветка мне кажется не настолько мелкие я конечно вот до 30 40 грамм на так просто вы знаете все не упомнишь какой вес какой это сидеть и привирать называется потому что но вес ты точно вот зрительно я могу их помнить вот как кусты где у меня он роз как он выглядел но знаете сразу так слету сказать сколько он весел конечно я не смогу сочинять не буду сидеть я просто переверну и посмотрю потому что первые плоды могут быть покрупнее опять же повторюсь что зависит от подкормок даем мы не даем их в каком количестве поэтому вот точно могу сказать что урожайность хорошая смотрится красиво и форма очень красивая кожица не лопается но вот видите среднеспелый но высота тоже высокорослый гроздевые ильди вот вы знаете гроздевые ильди купила где-то прочитала кого-то послушала что ой такая урожайность прям купила вообще у меня не удивил вообще он толком ничего не завязывал какие-то рыхлые кисти вот единственный томат но я все-таки наверное еще раз попробую у меня такое вот есть такая черта характера что я не останавливаюсь мне все таки хочется закрепить свои вот так скажем вот действительно он плох или он такой хороший ну просто многие говорят что он урожайный он прекрасный он у меня не получилось буду пробовать еще хотя бы одно растение потому что хочу посмотреть в кисти до сотни плодов не было я говорю рыхлая кисть и вы знаете как то происходило вот например плодик завязывается потом вот горошина и застывает то есть он не развивается я могу предположить что ему не хватало питания что его бесконечно надо кормить но если представьте до сотни плодов одной кисти то есть его надо было кормить кормить и кормить может быть поэтому но в общем я буду пробовать еще раз может быть вот кто-то сажал что-то вот из того что я сказала и у вас ну другое мнение другу понимаете мы же все в разных областях по-разному ухаживаем по-разному выращиваем даже кто-то листья обрезает у томатов кто-то оставляет там кто-то пользуется органикой кто-то минералкой то есть и вот эти какие-то отличия там у кого-то кислая земля суглинок у кого-то рыхлый песок ну то есть вот эти все какие-то отличия они будут сказываться и на урожайности но вот про гроздевые леди мне конечно хотелось бы узнать потому что ну просто интересно читала хотя где-то уже тоже прочитала что человек тоже пишет что он не поразил вот этот сорт ну вот хочу конечно еще раз попробовать потому что дочки плотные сладкие плоды форме капли ярко-желтого цвета массы 15-30 грамм с одного растения можно собрать 200 плодов представляете 200 плодов хотя в то же время пишут кисть формирует до сотни плодов то есть как бы одно другому да ну в общем вот так вот вам показала такие вот насчет этих буду еще размышлять но кое-что из этого посею но ты или еще раз попробую жемчуг и золотую кисть точная но ты из черных что-то скорее всего манистом или black cherry ну пока вот это думаю потому что пока на сила эти посею через пару дней а это вот любимцы моим конечно буду а еще мне надо вот не посеял еще до гераниум кис тоже усею буквально одно-два растений потому что помидоров много сортов а хочется что-то новое поэкспериментировать что-то старое оставляю потому что радует урожайность поэтому вот приходится конечно по одному по два растения высаживать что-то хорош по два что-то по одному ну в общем вот так это познакомила вас с черри которые я высеваю сажаю может быть кто-то что-то посоветует потому что ну есть люди которые тоже вот останавливаются на каком-то хорошем сорте и высаживают высевают ну как хотите кто-то так кто-то так высеваем мы изначально конечно семена да вот может быть вот есть какой-то удивительно урожайный вкусный сорт который тоже поразит вот как меня белоплодные вот свет красивый вкус и сами они такие интересные поэтому делитесь пожалуйста своим опытом своими да своими может быть какими-то сортами которые вы сеете уже по нескольку лет будет интересно потому что вот мне лично всегда интересно узнать какое-то мнение что вот человек выращивает как-то по-другому что сорт какой-то есть интересный который вот уже выращивает человек много лет и он его радует возможно это даже какой-то старый сорт знаете который уже как говорится на рынке не очень ведь каждый год много новых новых приходит старые некоторые исчезают можно даже не найти а в общем то они по своей сути хорошие в общем вот так черри сию всегда потому что считаю что они очень вкусные пусть они мелкие но они вкусные и устойчивые поэтому кого что-то заинтересовало сети выращивайте еще не поздно потому что черри формирует свой урожай быстро опять же из-за того что они мелкие они быстро растут быстро созревают и порадует вас своим урожаем поэтому сейте обязательно выращивайте и пусть они радуют вас своим урожаем вкусом и вообще просто видом созерцанием так сказать пока пока